Сегодня в сростках финал Шукшинских дней на Алтае. Это значит, что в село, в котором обычно живет чуть больше двух тысяч человек, приедет свыше десятка тысяч гостей. И развлекать их будут, естественно, народными гуляниями, которые начинаются прямо со входа на главную улицу села. Наряжаем, одеваем, обуваем, фотографируем, песни поем, частушки поем, кормим. А какие у нас пирожки с черемушкой! Галя, Галя, угостить пирожками с черемушкой! Это такое чудо, лучшие пирожки в Алтайском крае. Помните, раньше было, что черемушка, как бабушки, в зубах застреливали, а теперь проскакивает. Еще туристам предлагают экспресс-баню и народные песни. Тысячи людей из года в год приезжают на праздник в честь Шукшина. А что вообще про Шукшина знаете? Поэт, актер, режиссер, писатель. А есть любимое произведение, может быть? Вряд ли, вряд ли. Скажите, впервые и не впервые на Шукшинских? Как часто приезжаете? Я впервые в Ямало-Ненецкий автономный округ, в село Красноселькуб, оказалась впервые на таком мероприятии. Очень хотела. Мы выросли все-таки на произведении. И это наша душа. Помню, первый раз приехал еще лет 15-20, наверное, назад. И вы же можете сравнить, было, стало, что изменилось? Раньше было еще больше народу. Но сегодня, особенно в день юбилея, в день 90-летия, очень все красиво. Раньше так красиво не было. Держал на диване, смотрел в телевизоре и вдруг узнал, что 90 лет Шукшину. И я, значит, без всякого, по своей доброй воле, сел на поезд и поехал на броневолю. На пикете мы совершенно случайно встретились со старым знакомым Василием Шукшина Александром Кибальником. В студенчестве он проходил режиссерскую практику на съемочной площадке второго фильма нашего земляка «Странные люди». Однажды на съемках «Странных людей», значит, что-то там дело не ладилось, не ладилось. Шукшин разнервничался, распсиховался и выдал такой трехэтажный мат, который я не слышал. И туда актеры и все стали работать как надо, выполнять его указания. Одно из главных мест притяжения на горе Пикет – это памятник Василию Макаревичу Шукшину. Туристы даже выстраиваются в очередь, чтобы потрогать писателей, режиссера и актера за палец большой ноги. Давайте спросим, зачем они это делают. А чтобы год удачлив был, творческий, счастливый, богатый. Палец – это символ чисто. Как у нас в Томске, там у Чехов, у него нос трогают. А здесь вот за палец держится, вот, калинопреклоненно к Шукшину. Церемония закрытия Шукшинского фестиваля прошла пышно. Сначала встретили всех звездных гостей. Их в этом году было почти 40 человек. Алиса Гребенщикова, Олег Токтаров, Виктор Мережко, Валерий Фомин и многие другие. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, прибегаем, доползаем в последнее время, мы, понимаете, лежали в лёжку в Москве, поднялись и уже бегаем. Вот, видите, бегаем. После – гости. А их на пикете собралось без малого. 15 тысяч человек наслаждались народными танцами и песнями. Смогли блеснуть своими талантами и зрители. И, наконец, объявили имена лауреатов и победителей Шукшинского фестиваля. Литературную премию везёт в Ангарск Игорь Корниенко. Кстати, в этом году в летчасти было рекордное количество заявок – более 30. Победителям кинофестиваля полагаются маленькие копии «Царицы вас». Лучшую короткометражку привезли из республики Алтай. Земляки, друзья, спасибо огромное. Для меня это большая-большая честь – получить такой приз именно здесь, здесь, на Алтае, у себя практически дома. Не раздель. Нет. Всё. Спасибо большое. В программе «Полного метра» лучшим признали фильм «Надо мной. Солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой. А спецприз от губернатора Алтайского края получила кинокартина «Последнее испытание» Алексея Петрухина. Пока гости фестиваля ждут Марину Зевятову и шоу-балет «Ярдэнс», мы убегаем, чтобы не попасть в пробку. Дарья Демиллер, Алексей Фризин и Илья Кочетков. День с толком. День с толком.